В Министерстве высшего образования, науки, инноваций в рамках состоявшегося диалога были рассмотрены итоги работы по укреплению инфраструктуры высших образовательных и научных учреждений и насколько эффективны меры по организации прохождения практики за рубежом отечественными учеными и исследователями. С 2018 года более 700 молодых ученых были отправлены на научные стажировки в более чем 30 стран, таких как США, Германия, Великобритания, Республика Корея и Япония. А в этом году 250 молодым ученым для приобретения международного опыта выделено 16 миллиардов суммов. У нас есть специальные программы для наших ученых по проведению краткосрочных стажировок не только в Узбекистане, но и в международно признанных университетах. Их исследования проводятся совместно с ведущими учеными. Благодаря этому работы ученых Узбекистана становятся известны не только в нашей стране, но и в мировом масштабе. А это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на наши международные рейтинги. В процессе повышения квалификации молодые ученые проводят научные исследования совместно с профессионалами своего дела, осваивая их навыки и опыт, укрепляют сотрудничество с зарубежными научными институтами. Я прошла краткосрочную стажировку в Университете Лестера. Мы изучали и принимали непосредственное участие в лечении аденом, гипофиза и надпочечников. Узнали о новых методах диагностики, анализа РНК и ДНК, связанных с моей научной работой. Я непосредственно приняла участие во всех процессах. В нашем Республиканском центре эндокринологии в этом году впервые начаты эндоскопические операции пациентов с новообразованиями на надпочечниках. Запущена деятельность специализированного отделения. Знания и навыки, полученные в области нейроэндокринологии, я намерена использовать для развития этого направления. Если за прошлые годы на оснащение научных лабораторий вузов 270 видами современного оборудования выделено свыше 170 миллиардов суммов, то в этом году на приобретение 170 видов научно-лабораторного оборудования для 20 научных и высших учебных заведений будет направлено 66 миллиардов суммов.